Всем привет, друзья! С вами Маркович, и сегодня мы посмотрим игру под названием Карантин. Игрушка в раннем доступе, она вышла 9 февраля. Это такая пошаговая стратегия, так скажем, в войне с некой болячкой, которая появляется на земле, на земном шаре. И мы должны с ней будем бороться всеми возможными способами. Мы должны будем нанимать штат, который будет выполнять разные задания, и, собственно, также на карте мира. И таким образом собирать разные данные этой болячки, выявлять патогены, там, прочее, 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 прочее. И исследовать ее. И должны будем найти лекарства. Либо болячка поглотит весь мир, и мы тогда в этом случае поиграем. Это пошаговая игра, я напомню. То есть у нас есть определенное количество ходов, грубо говоря, да? И потом мы должны пропускать ход. И когда мы пропускаем ход, болячка начинает действовать, развиваться, разлетаться по всему миру и так далее. Всякие, короче, нехорошие, пагубные действия производить. Вот. Давайте посмотрим, собственно, что это из себя представляет. Я тут немножко уже просто пощелкнул, так сказать, по миру посмотрел. Да, обучение небольшое такое прошел. Чтобы примерно представлять вообще о чем это и с чем это. Давайте новую игру создадим, естественно. У нас есть четыре пункта сценария. Доступлены нам это обучение, бактерии, вирусы и прионы. Обучение, собственно, рассказывает нам основные спектры игры. Как, куда, чего нажимать, зачем это делать вообще, да? Вот, собственно, дальше идет бактерии. В каждом так же сценарии есть три уровня сложности. Простой, средний и сложный. То есть простой, естественно, для новичков. Средний, ну, средний он есть, средний и сложный. Для ветеранов карантин, как тут написано. Вот. Значит, бактерия. В нескольких городах мира обнаружен новый штамм бактерий, устойчивый к антибиотикам. Бактерии стремительно распространяются, и нам нужно как можно быстрее остановить этот процесс. Повышенная скорость распространения по незараженным городам. Стандартная заболеваемость в зараженных городах. И стандартная скорость мутаций. Найти лекарство. Инфекция преодолела верхний порог. Ну, и, собственно, если выиграем, если найдем лекарство, проиграем, если преодолеет верхний порог. Порог, там будет такая шкала, потом здесь в виде человечков. И, собственно, когда он заполнился, значит, мы проиграли. Дальше, вирусы. Наружный вирус, который может представлять угрозу для всего человечества, мутирует быстрее, чем мы его исследуем. Нужно как можно быстрее найти средства для борьбы с ним. Стандартное распространение по незараженным городам. Стандартная заболеваемость в зараженных городах. Но повышенная скорость мутации при этом. То есть, как бы, смотря, что мы выберем, да, бактерии, вирусы или прионы, будет что-то одно у него повышенное. То есть, либо это повышенная скорость мутации, как с вирусами, да, повышенное распространение по незараженным городам, так как у бактерий. И, собственно, прионы имеют повышенную заболеваемость в зараженных городах. Несколько людей в разных уголках мира уже заразились прионом, очень похожим на возбудителей синдрома коровьего бешенства. Судя по всему, из одной стороны в другом переходит очень медленно. Однако в пределах одного города распространяется исключительно быстро. Выбираем, собственно, и тут у нас появляется окно выбора лидера. Тот, собственно, отряд, который у нас будет с самого начала. И стартовый бонус от этого, собственно, отряда. У нас есть спец по безопасности. Джейн Парк, спец по безопасности, бронежилет. Агенты получают меньше урона в ходе операции. Да, когда выполняется какая-то операция с каким-либо агентом, они получают некоторые урона на нескольких тоже шкала здоровья. И их нужно вовремя, естественно, лечить, иначе мы их потеряем. Если мы выбираем спец по безопасности, то нам будет сразу же бонус. Агент получает меньше урона просто так. Силовик способен организовать в городе гарантин и пресечь массовые беспорядки. Он сразу располагает улучшенные технологии для защиты граждан от опасности. Да, собственно, там в городах можно будет проводить различные операции, чтобы болезнь не распространялась, либо вообще ее убить, так скажем, да. И дальше смотрим врач. Этот лидер знает, как остановить распространение эпидемии. В его распоряжении есть все, что одержать победу, установив карантин. Собственно, у нас появляется изначально врач. Бонус, он нам дает следующее. При лечении берутся две пробы. Вместо одной пробы мы берем для изучения болезни, чтобы потом находить для нее лекарство. И когда мы, собственно, совершаем это действие, даем взять пробу. Он берет две пробы вместо одной. Так, дипломат. Дипломат умеет вести переговоры с правительством и знает, как добиться от них поддержки. Это позволяет им быстро набирать влияние и накапливать ресурсы. Появляется у нас дипломат, и это дает бонус. Агенты получают больше опыта в ходе операции. Да, каждый агент там набирает опыт за выполненное задание и поднимает себе потом уровень. Улучшая свои навыки, что называется. Так, а также нам необходимо будет строить различные штабы в разных городах, которые соседствуют с зараженными. И таким образом мы будем получать больше денег за ход, который нам будет необходим на всякие различные действия. Дальше у нас идет ученый. Это лидер ученый, главным образом заботится о том, чтобы найти лекарство от болезни. В начале игры у него есть технологии и агент, которые позволяют ему быстро собирать пробы биоматериала. Появляются у нас ученые изначально, и лечение восстанавливает 100% здоровье. То есть мы когда лечим, у нас там может восстанавливаться не 100% здоровье, но если у нас изучена способность, либо мы берем ученого изначально, то у нас сразу будет целиком лечиться наш агент, которого мы выберем. Да, кстати, тоже каждый агент может быть вылечен. Но это, собственно, отнимет у него очко действия на данный ход. То есть мы его вылечили, и больше он ничего делать не сможет в этом ходе. Давайте, не знаю, выберем, допустим, спец по безопасности. Далее. Дальше мы выбираем месторасположение нашей штаб-квартиры. Это может быть Каир, это может быть Токио, Лондон и Лос-Анджелес. Давайте, допустим, выберем Токио. Увеличивает влияние в регионе, в котором находится этот город. То есть, как бы, ну, понятно, в общем, да, увеличивает влияние. И начнем игру. Начнем игру. Так, вот такая, таким образом выглядит карта у нас. Таким образом выглядит у нас карта. Мы появились, собственно, в Токио, вот наш агент. И смотрим сразу, Токио заражен, порт Морсби заражен и Бангкок заражен. Сразу три города заражены. Инфекции, уровень. Вот это вот уровень, как раз таки, который не должна превысить. Эта инфекция, если она превысит, то мы проиграли. Дальше. У нас тут находятся кнопочки карта, лаборатория технологии и агенты. Карта, собственно, вот она, карта, где мы сейчас находимся, лаборатория. Заходим в лабораторию. Тут мы как раз таки изучаем патоген этой бактерии. Ну, либо вирусы, которые мы выбрали, собственно. Устойчивость к термообработке. Сельскохозяйственные животные, переносчики. И утомляемость. Мы все это должны исследовать. Но, чтобы это исследовать, нам нужны пробы. Проб у нас сейчас нет. Мы должны их брать в тех зараженных городах, которые располагаются на карте. Для того, чтобы изучить патогены и выявить, собственно, лекарства. Вот. Дальше технологии. Технологии это как раз таки те способности. Вот мы изначально выбрали спецапы без опасности. У нас уже, считайте, изучен бронежилет, который как раз таки дает реже получать возможность получать реже урон в ходе операций. Мы можем изучать все, что угодно. Все, что мы здесь захотим. То есть те как раз перки, которые дает один из начальных агентов наших. Вот. Дальше идут агенты. Собственно, мы здесь можем нанимать новых агентов. У нас есть спецоперезопасности первого уровня. Джейн Парк. Мы можем нанять врача. Мы можем нанять дипломата, ученого. Ну и еще спецоперезопасности. Как бы вот так. По 30 тысяч они стоят. У нас сейчас есть 20 и плюс 10 тысяч в день нам прибыль идет. Чтобы увеличить прибыль, нам нужно вернуться на карту и построить либо в этих городах, либо в соседних штаб-квартиры. Допустим, вот Гонконг. Гонконг. Мы здесь можем открыть отделение. И таким образом это будет приносить нам еще плюс 10 тысяч. Или плюс 5. Давайте посмотрим. Начать операцию. Построим. Писерек. Плюс 10 тысяч. Вот. Мы правильно потратили на эту двадцатку. Но у нас сейчас в следующем ходу будет сразу плюс 20, а не плюс 10. Отделение построено. Опыт получил агент плюс 10. Подтверждаем. Все, в Гонконге есть наше отделение. Таким образом мы еще получаем дополнительные средства. В принципе, мы сейчас делать ничего не можем, потому что мы операцию одну уже выполнили. Денег у нас нет. Как бы, ну, остается только завершить ход. Завершаем ход. Болезнь распространяется. Видите, она перекинулась на соседний город Чэнду. В Токио. В Токио тоже болезнь распространяется. Так, у нас есть 20 тысяч. Что мы можем делать на 20 тысяч? Мы агента нанять не можем. Но мы можем ввести куда-нибудь карантин, чтобы она не распространялась дальше. Допустим, в Чэнду. Ввести карантин. Начать операцию. Все. Статус карантина плюс 2. Опыт агента плюс 10. Карантин введен. Вот эти вот щитки обозначают то, сколько, собственно, действий сможет совершить болезнь, не распространившись на другой город. То есть, она, допустим, захочет распространиться. У нас минус один щиток, но она не будет этого делать. Минус еще один щиток, и потом уже после этого сможет распространяться дальше. Так. Нам бы, на самом деле, хорошо ввести вообще карантин по-быстрому. Ну, так, у нас 5000 есть. 15000 стоит карантин. Как бы мы пропускаем ход, естественно. Болезнь распространяется. Смотрите, видите, еще больше стало. Она опять дальше распространилась. Очень тяжело, на самом деле, затормозить ее. Мумбаи, допустим, мы вводим также карантин здесь. Давай ввести карантин. Все. Молодец. Также получил опыт. То же самое. Мы здесь ввели карантин, и получилась такая некая защита. Но болезнь может перекинуться сюда, может перекинуться сюда. Нам, на самом деле, нужно отгородить, как это все дело, хотя бы, я так думаю. И уже работать с этим потом. Завершаем ход. У нас денег, в принципе, немного. Посмотрим, куда она сейчас распространится. Да, она распространилась сюда. Нужно вводить здесь карантин обязательно, потому что, иначе он сможет перекинуться на другие острова, на другие континенты. Введем здесь карантин. Все, ввели. Супер. Отлично. Вводим карантин. На самом деле, надо еще здесь контролировать, потому что она сейчас тоже здесь пойдет распространяться. Сюда, в принципе, она дальше никуда не денется. Дальше она никуда не денется, но распространение все равно инфекции идет. Завершаем ход. Смотрим, куда она... Ага, на Гангкок перекинулись, да? Хорошо. Мы можем, в принципе, даже Сидней защитить тогда, порт в Москбе. Либо Токио. Так, смотрим, куда она может перекинуться. Она может перекинуться в Дели, в Пекин, в Джакарту и в Сидней. Порт в Москбе тут вообще что-то непонятное творится. Ну, мы ведем, собственно, карантин давайте здесь. Не может, да, вести карантин? Почему? А! Я же не карантин выбрал, я просто вот. Так, начать операцию. Почему не можешь? Потому что городу звездец, видимо, да? Города, видимо, звездец или что тут? Так, построено под агента. Риск урона высокий, урон ТТТ. Продолжительность стоимости операции. Ага, это утраченный город у нас. Видите, таким образом, когда заполняется целиком, значит, это утраченный город, и мы здесь карантин вести не можем. Хорошо, тогда куда мы ведем карантин? Здесь, в принципе, пойдет либо сюда, здесь тоже пойдет сюда. Здесь пойдет в Дели. Давайте в Бангкоке введем карантин, чтобы она не спространялась хотя бы в эту сторону. Хотя бы в эту сторону. Так, да? Если она перейдет в Пекин, то она сможет распространиться сюда и сюда. Ну, хорошо, мы ведем сейчас в Бангкоке карантин тогда. Давайте ввести карантин, попробуем. Видите, операция выполнена, но наш агент получил небольшой урон, минус 2. Соответственно, у него в полосках ХП здоровье будет уменьшаться. И нужно следить за этим обязательно. Вот, я получил новый уровень. Отлично. Уровень 2. Теперь она должна, по идее, лучше все это делать. Хорошо. Мы остановили немножко распространение. Немножко распространение остановили. Так, и нам бы нужно дальше ввести карантин все-таки. В Токио и в Гангкоке неплохо бы. Ну, посмотрим, мы уже потеряли. Карантин мы там не ведем, так что на Сидней, в принципе, и на Джакарду это еще может расположиться. Развиться, вернее, да? Но также следите за уровнем инфекции. Инфекция у нас растет. Пока мы новых не можем никого нанимать, поэтому, я думаю, просто будем пока зоны ограничивать, и все, попробуем так. Так, хорошо. Давайте, где тогда в Гангконге, может быть, карантин ведем? А, нам, собственно, нужно пропустить ход сначала, да? Болезнь. Болезнь увеличивается. До сих пор, да? На Сидней перекинулась все-таки она. И Мумбаи, смотрите, видите? Она действовала в Мумбаи, и там идет счет, исчез у нас. Окей. В Гангкоке вернем, вернее, внедрим карантин тоже. Так, вести карантин, давай. Операция удалась. Супер, 25 тысяч. Мы пока не можем никого нанять, к сожалению, у нас 30 тысяч, но в следующем ходе обязательно это сделаем. Либо врача, либо ученого, я думаю, мы даем все-таки, чтобы собирать пробы. Хотя и лечить инфекцию тоже не мешало бы. Но посмотрим, посмотрим. Так, давайте дальше. Пропускаем ход тогда. Пекин все-таки заражен, да? Ну, в Пекине сейчас тогда и ведем карантин. В Пекине тогда, собственно, какие вопросы? Ведем карантин, чтобы дальше не распространялось. Так, вести карантин, давай. Все. Карантин введен. В принципе, у нас эта зона под контролем. То есть, дальше, чем Джакарта, да? И куда-то сюда она не сможет перекинуться уже. Потому что она перекидывается только по соседним городам, которые связаны вот такими вот линиями. Хорошо, теперь у нас есть выбор. Кого мы можем нанять? Мы можем нанять врача. Либо доктора... Ой, смотри, ученого. Посмотрим. Давайте наймем, попробуем врача. Она, в принципе, уменьшает инфекцию за один уровень. С другой стороны, проба идет, да? Которая нам тоже необходима. Пробы или врач. Давайте, ладно, давайте сейчас собирать пробы. Вот мы наняли агента еще одного. Теперь у нас два агента здесь есть. Всего мы можем нанять четырех. Так. Посмотрим. Попробуем что-нибудь с этим сделать. Лечение. А, ну все, этот город целиком уже утерян. В принципе, тут вообще ничего не поделаешь. Я понял. Я понял. Хорошо. Тогда мы сможем что? Допустим, мы сможем вылечить Мумбай. Таким образом, мы немножко уменьшим распространение. Давайте. Лечение. Начать операцию. Вылечен. Отлично. Вылечен, но инфекция здесь, так как мы видим, не исчезла, да? Город по-прежнему охвачен эпидемией. Хорошо. Хорошо. Так, мы завершаем ход, собственно. Завершаем ход. Угу. Болезнь действует здесь, мы поняли. Поняли. Так, давайте, где еще что нужно вылечить? Токио, я думаю, неплохо было бы немножко вылечить. И получила немножко урона у нас, да? Видим. Шкала ХП немножко упала у нее. Хорошо. Будем за этим следить. Так. Дальше. Что мы можем делать? Мы можем... У нас есть военный, собственно, да? Спец по безопасности, как он называется. Мы можем вылечить его. Можем отбор проб также совершить. В принципе, им же. Я думаю, мы соберем пробы в Гонконге. Попробуем собрать пробы. Давайте. Операция выполнена. Мин один. Урон получили мы. Образец патогена получен. Подтверждаем. В лабораторию зайдем. Пробы. Нужно четыре. У нас всего лишь одна. Этого явно мало. Поэтому я говорю, что нужно учеными это делать. Ученые хорошо собирают пробы. Так. Окей. Пропускаем. Пропускаем, собственно, мешаем ход. Завершаем ход. И следим внимательно, где болезнь действует. Ага. Но она пока, по крайней мере, она больше не распространяется. По крайней мере, больше не распространяется. Так. Давай. Ты собирай здесь пробы. Прямо здесь. Плюс две пробы. Хорошо. Так. И ты тоже собери еще пробу. Собери пробу. Супер. А теперь нам, собственно, переключаемся на экран. Лаборатории. У нас есть четыре пробы. И мы можем исследовать. Исследовать что-либо. Устойчивость к термообработке. Собственно, распространение переносчики. И утомляемость. Ну, давайте устойчивость к термообработке, допустим, исследуем. Это займет у нас семь дней. Потратим четыре пробы. Вот, семь дней у нас сейчас будет исследование. Технологии. Технологии, которые мы можем исследовать. Ну, на самом деле, вот стоимость мы видим, да? Стоимость мы видим. Здесь, в принципе. Так. Так. А, это нанять инженера. Мы можем дополнительно инженера нанять. Нет, нет, немножко не то. Здесь просто количество дней, которые мы будем изучать это дело. Так. Что мы можем изучить? При лечении берутся пробы. Давайте вот это вот возьмем. Начнем изучение вот этого вот дела. Собственно. И будем получать больше проб за один раз. Что нам, в принципе, не помешает. И таким образом мы также будем дальше. Кстати, можем нанять еще одного агента. Таким образом мы сейчас будем нанимать агентов. Давайте еще врача, наверное, наймем. Наймем врача. И он также сможет действовать. Так. Что, где мы можем вылечить? Давайте, допустим, вылечим вот этот город. Лечение. Начать операцию. Супер, все. Мы вылечили. Отлично. Теперь здесь, как бы, зараженных, видимо, очень мало. Так, продолжаем. Пропускаем вход. Болезнь, деятельность. Деятельность. Так, ага. Здесь заразило Джаккарту все-таки, да? Еще. И здесь снялся карантин, видите? Потому что болезнь уже, как бы... Но при этом... Но при этом она у нас не горит красная линия. Значит, видимо, все-таки это как-то действует, да? Что здесь нет зараженных. Нет зараженных. Ладно. Хорошо. Но я думаю, все равно мы выверим тебя. Нет, нет, нет. Да нет же, господи. Я все-таки здесь на всякий случай поставлю карантин. А то вдруг... Вдруг что, да? Вести карантин? Давай. Войти обратно в карантин. Все, супер, молодец. Так, собирай пробы дальше. Дальше. Дальше собирай пробы в Токио. Так, Токио собрать пробы. Пробы нам нужны. Так, собирай ты, давай. Все, две пробы у нас есть. И еще у нас врач, да? Что может сделать для нас врач? Врач, в принципе, может вылечить нам Сидней. Попробуем вылечить Сидней, давайте. Все, отлично. И пропускаем ход. Пропускаем ход, собственно. Ага, Гонконг у нас опять подвергся нападению, что называется, болячки, да? Но, в принципе, распространяться ему некуда. Дальше это дело не пойдет. Дальше это дело не пойдет. Так, у нас есть 35 тысяч. Мы можем найти еще одного. Еще одного агента? Ммм, дипломат. Я даже не знаю, в принципе. Я думаю, лучше нанять все-таки еще одного ученого, который собирает пробу, потому что пробы нам нужны. Пробы нам очень нужны, чтобы получить лекарство, в конце концов. И технологию тоже не забываем. Наши изучаются. Два хода еще осталось до того, как изучится количество проб увеличенное, да? Хорошо. Собственно, что мы пробуем? Мы пробуем дальше. Ммм. Ученые теперь, значит, в Токио. Собирай пробы. Давай. Молодец, собрал для пробы. В Гонконге. Ты тоже собирай пробы. Отлив. Плюс три пробы. Новый уровень и плюс три пробы. Отлично. То, что надо. Хорошо. Так. Доктор. Доктор, ты речи сильно еще раз? Давай тогда. Давай. Минус три урона. Аккуратненько, надо аккуратненько. Хорошо. И у нас остается еще вояка, да? Вояка. Что ты можешь сделать, в принципе? В принципе, в принципе, что ты можешь сделать. Давай Джаккарта, наверное, в карантин. Джаккарта, наверное, в карантин, да? Давай. Хотя, в принципе, тоже можешь пробовать отбирать. Ладно, давай, ведешь здесь. А, ты не можешь. Ага. Денег, я понял. Я понял, у нас 5000, в принципе, всего лишь осталось. Поэтому, я думаю, мы пропустим ход. Посмотрим в лабораторию, что у нас там 6 проб есть. Мы сможем сразу приступить туда к следующему изучению. Окей. Я понял. Хорошо. Завершим ход. Завершим. Вот, а здесь пока вроде бы как не распространяется. Вроде как пока не распространяется. Это хорошо. Это нас должно радовать. Так, даже можем приблизить, на самом деле, карту таким образом, мышкой, колесиком мышки. И посмотреть, да, поближе. Вот этот зараженный участок, допустим. Ну, и таким образом, мы должны собирать пробы, исследовать болезнь. И находить лекарство. И тогда мы победим. На этом, я думаю, серию завершим. Это наш был такой небольшой взгляд на игру под названием Карантин, которая только-только вот вышла недавно, совсем буквально. Оставляйте свои комментарии под видео обязательно. Как вам эта игра вообще? Понравилась ли? Хотите ли вы видеть прохождение на моем канале этой игры? Всем спасибо за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Заходите в группу ВКонтакте. И до следующего раза всем пока-пока.